МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Константинович, здравствуйте. Ну, разрешите, я начну задавать вам вопросы. Не секрет, что в городе до сих пор есть и остается очень много проблем. Но одну из них дороги уже начали решать. Как обстоят дела вообще в других направлениях, тем более, что городу выделили достаточно серьезную финансовую поддержку в размере 2 миллиардов рублей? Вы сами сказали, что направлений очень много. Тогда, наверное, нам времени не хватит перечислять все другие направления. Но я думаю, вы знаете, что по инициативе тагильчан, прежде всего, ряд направлений все-таки был выделен специально. И работа в этих направлениях идет. Одно из главных направлений, также мы уделили внимание подготовке к тому, чтобы содержать все то, что будет делаться, содержать надлежащим образом в следующем году. Ну, разрешите, тогда мы уже будем предоставлять слово людям. И, наверное, первым я предоставлю слово Никите Чапурину. Я думаю, что у него вопросов к вам, Сергей Константинович, очень много, и все будут очень интересны. Здравствуйте, Сергей Константинович, разрешите я сидя. Самый главный первый вопрос. Нам городу необходима дорожная техника, очень необходима. Я знаю, весной этот вопрос был открыт, но с каждым разом откладывалось поступление этой техники в Нижний Тагил. Можете обозначить сроки, когда техника все-таки придет в город и начнет работать на дорогах? Но, если мы говорим, часть техники, которая именно ремонт дорог предусматривает, она, конечно, не примет участие в компании дорожного строительства или ремонта этого года. Поэтому мы уделяли внимание, в том числе и технике, которая обеспечит содержание улиц зимой. Это и снегоуборочные комбайны, два должно быть. Это, если про дороги, это и лососная машина. Значит, мы берем, потому что в городе ее нету, и когда даже для промывки канализации, лемневой канализации, вынуждены брать в долг или просить, так сказать, взаймы. Это и небольшие машины, позволяющие убирать тротуары и убирать внутри квартала. Потому что на грейдерном там, конечно, не пройдешь. И вот это и машины, и щетки, и вакуумные пылесосы и так далее, и тому подобное. Все это, в общем-то, сейчас приобретается, размещено на конкурсах. И я думаю, что поставка это будет конец третьего квартала, начало четвертого. Зиме успеет. И по вашим оценкам, финансирование на дороге в следующем году, оно останется на этом же уровне или все-таки сократится? Вы знаете, что мы сейчас готовим заявку на 2 миллиарда рублей на следующий год. Потому что два путепровода у нас, это мост через Фрунзе, то есть по Фрунзе, и мы хотим отремонтировать путепровод на индустриальный. То есть это два крупных проекта. Поэтому, если брать еще капитальные ремонты улиц и также текущие ремонты улиц, то это сумма примерно 2 миллиарда. Отлично. Мы за нее, мы ее будем обосновывать и пытаться и добиваться все-таки ее финансирования. В общем, службы уже начали работать на подготовке документов. И последний вопрос. У тагильчан, вот уже наблюдая год практически вашей работы в нашем городе, возникает один вопрос. По наблюдениям многих людей, в том числе общественников, вы большой объем работы замыкаете на себя. Решение практически всех вопросов замкнуто на вас. Жизнь непредсказуемая штука. Не хотим рассматривать какие-то... Да, дай бог здоровья, как говорится. Но в случае, если вас по какой-то причине не будет на работе, не кажется ли вам, что все развалится, рухнет и полетит в тартарары? Ну, знаете, я так не считаю. И знаете, почему? Потому что я отдаю себе отчет, что сегодня деятельность городских служб перестраивается. Если хотите, под мой ритм работы или мои требования. Это вполне понятно, что первое лицо есть первое лицо. Но при этом вот эта перестройка, это вопрос длительный, вопрос времени. И самое главное, люди учатся на всем том, что сегодня мы вместе делаем. И я проходил такую ситуацию, и такие же, наверное, вопросы на НТМК. А что будет, если вас не будет? Ну, так или иначе, я-то видел уже, что команда сформирована, люди умеют работать, налажены взаимодействия между собой по горизонтали, могут принимать решения. Потому что они научились это рядом, работая, научились принимать решения. И поэтому я был за НТМК спокойно. Слава Богу, это оправдалось. Что касается города, то мы только в начале пути. И я думаю, опыт даже 2013 года, он очень интересный и большой для всех. Большое спасибо. Добрый день. Был и Бердин Алексей. Можно, да? Я хотел бы продолжить тему дорог. Ни для кого не секрет, что сейчас у нас в городе, город превратился просто в большую стройку. Дороги сняли везде, сняли очень много. У меня с этим такой вопрос. Успевают ли подрядчики за выполнением тех обязательств, которые они взяли? Также все знают, что идет достаточно жесткий контроль за качеством выполнения дорог. И есть ли уже прецеденты в отказе по приемке дорог? Но, вы знаете, у нас не самоцель отказывать приемки дорог, как таковая. Я считаю, что нужно вмешиваться в любой процесс на этапе, когда можно что-то поправить, и затраты на изменения гораздо меньше, чем когда дорогу сделал, потом пришел и не принял. Значит, текущий контроль должен быть. Мы стараемся это делать. Были прецеденты, когда асфальт вырезали. Были прецеденты, и они есть, когда подрядчик исполнит, получает предписание, и он их выполняет, и будет выполнять. Во всяком случае, я думаю, что сегодня нет ни у кого сомнений, тем более желания создать дорогу абы как. Значит, я же вижу, как делается на данный момент Уральский. Вы видите, как делаются дороги в Зержинском районе. Уже в том числе не только положили дорожное покрытие, но и занялись реальным благоустройством, завозом земли и, скажем так, уборкой за собой, так, как полагается делать. Успевает или не успевает, но в нашей оценке на данный момент, мы в сентябре должны закончить. То есть, это практически все закончить. Это теплое время года, так или иначе, то, что считается приемлемым для укладки асфальта. Во всяком случае, не ноябрь. Мы в сентябре даже, значит, можем закончить индустриальное дорожное покрытие. Понятно, что мы сейчас вот сегодня уже обсуждали, даже с руководителем службы заказчика, что как платить будем, значит, оставляя за собой возможность воздействовать на подрядчика, если он вдруг подумает, как бы там, не доделать и уйти. Или, значит, тогда он уйдет без большей, значительной части денег. Что вряд ли ему будет интересно, с одной стороны, а с другой, ну, дурная репутация не нужна никому, наверное. Но в целом, я вот смотрю, что мы успеваем. Можно выполнить поставленную задачу, а замечания или недочеты, которые вот мы наблюдали и на старте программы, говорят о том, что в резерве есть и 2 миллиарда, это вполне посильная цифра. Я думаю, что слово стоит предоставить женщинам, их вот на втором ряду. Я председатель ТОС Малой Кушевы, институт Татьяна Петровна. У меня вот такая проблема. Наверное, 70% населения Малой Кушевы – это бабушки, которые что-то садят в огороде, и в итоге у них проблема. Хотелось бы им что-то продать, хоть немножко денег заработать. Просит где-то в районе вокзала какую-нибудь площадь, вот именно для того, чтобы бабушки могли продать излишки своей продукции. Очень сложный вопрос, потому что привокзальная площадь, значит, настолько неудачная, наверное, в своих проектно-архитектурных решениях. И мы сейчас пытаемся, так скажем так, мучительно найти эти варианты приемлемые. Один из направлений – убрать с площади газели. Сделать, так сказать, конечную остановку или пункт сбора в другом месте. К сожалению, мы хотели использовать это место в бывшее здание ЛОВД, которое было продано успешно, значит, железной дорогой на торгах. Но, к сожалению, идея новых собственников развивать там, значит, торговые центры, они, наверное, опять же, не обеспечены возможностями логистики. Вот будем с ними также работать. Ну и все-таки, надеюсь, мы найдем хорошее, как сказать, архитектурное решение, хороший выход из этой проблемы. Слово «мужчине» второй ряд крайний слева. Моя фамилия Калинин Алексей Викторович, председатель ТОС «Краснокаменский». Ну вот по, будем говорить, предыдущему вопросу хотелось бы спросить, есть ли у нас будет развиваться трамвайный парк, маршрутки, они в какое-то количество уменьшатся, нет? Нет, потому что это же на самом деле уже, как бы, переходит все логистические нормы, и неудобное и движение, и пробки, и что-то вот в этом роде. Это несомненно, потому что, ну мы почему пошли, значит, по пути трамвая? Во-первых, все равно, в чем бы ни говорили, это экологически чистый вид транспорта. Трамвайные пути есть, и, так скажем, вся инфраструктура трамваяна существовала и существует в Нижнем Тагиле. Правда, она, конечно, сильнейшим образом изношена. Но наиболее быстро получить отдачу с точки зрения доступного общественного транспорта – это трамвай. Конечно, значит, мы думаем и, так сказать, строим планы пока такие набросками, значит, это вопросы автобусов внутригородские. И тогда, конечно, значит, избыточное количество транспорта общественного, в виде маршрутных такси, оно должно быть, само собой, отрегулируется, и, помимо всего, мы будем это регулировать на законодательном уровне в виде постановления. В целом у нас по программе «Трамвай» на где-то примерно 5 миллиардов может потребовать для того, чтобы пути привести в порядок, чтобы трамвай был и скоростной, и местами в жилых кварталах бесшумным или меньше шумел. Это примерно 5 миллиардов, не меньше, так вот, по оценке специалистов. Мы с ними уже работаем. Но и параллельно есть предложение, посмотрим, насколько сил хватит. Значит, это еще и по автобусам влизим. Кирмы готовы, значит, есть такие желающие по 50 или 100 автобусов зайти в город, и тогда это существенно изменит обстановку. Добрый день. Улица Челюскинцев, Фрейман. У нас газовые трубы, проходящие вдоль домов, соприкасаются с линиями электропередач. Кто выиграл тендер и в какие сроки будут линии заменены? Ну, я следующее, я разбирался с этим вопросом. ГАЗЭКС делает эти линии. Что самое интересное, я разбирался, значит, мне доложили, в том числе и электрики наши, что проектом это разрешено. Единственное, единственное, что изоляция проводов должна быть выполнена качественно или в полном объеме, в проектном объеме, что по улице Челюскинцев сделано не было. Значит, глава района вместе с руководителем ГАЗЭКС разбираются сейчас в этой ситуации, будут докладывать, и как минимум уже там, где это происходит, электрики должны будут выполнить эти работы, а платить им за это, они договорятся, должны будут с газовиками. У вас, несомненно, очень много работы, но выглядите вы всегда очень подтянуто. Скажите, занимаетесь ли вы вообще спортом, ну и как себя-то поддерживать? Не, ну я, говорят, спортом врачи советуют заниматься, не секрет. Говорят, спорт адреналин сжигает, значит, а в нынешних условиях, значит, чем больше сжигаешь адреналина, значит, тем так чуть-чуть здоровее себя чувствуешь, потому что выбрасывается в кровь его многим. Ну, это факт. Поэтому, не, я бегаю по утрам, стараюсь бегать, значит, в доме там стоит дорожка, километра по три пробегать, стараюсь каждое утро, ну, вроде получается. Добрый вечер, Хомяков Михаил, тренер-преподаватель спортивного клуба «Спутник». Ну, раз тут затронулась тема спорта, хотелось бы задать такой вопрос. То есть, по статистике, я знаю, и 15% населения Тагила, да, занимается спортом. То есть, по этому показателю мы отстаем и от Свердловской области в целом, и от показателей в России. Хотелось бы узнать, какие, вот вы говорите, сами бегаете, да, то есть, какие в этом направлении идет работа для того, чтобы население привлекалось к спорту? Ну, мы должны, конечно, создать условия, условия должны быть доступны. Значит, зачастую люди спрашивают, чтобы они были, скажем так, бесплатные, но деньги, которые ты плачешь, ты платишь за качество услуг, и люди сегодня начинают понимать разницу. Это хорошо. Но, вы знаете, надо больше объектов таких. И вот тоже сегодня был разговор, еще есть бассейн, фонд Попова может, значит, еще один городу предложить. Я говорю, всегда должно быть интересны такие программы, их нам всегда поддержим. Значит, что касается создания зимних условий, значит, корты, будем сейчас к зиме готовиться, значит, вопрос, который нужно будет решить, который сталкиваемся мы сегодня. Вода, счетчики, кто за нее платит, куда отнести ставку, значит, инструкторы и так далее, и тому подобное. Я думаю, в состоянии комплексно решить этот вопрос, и надеюсь, что и эти спортивные сооружения будут использоваться. Хотя, я думаю, в какой-то степени это уже действительно прошлый век. Больше нужно объектов, и людям будет в них интереснее заниматься. И надо создавать, в том числе, и приводить в порядок лесопарковые зоны. У нас прекрасный, значит, ландшафт, условия с точки зрения леса, парков. Придем в порядок, люди будут спортом там заниматься еще. Пробежки, значит, катание на велосипеде, значит, даже просто прогулки полезно пишем. Так что такое направление. В том числе, по вагонке будем делать, там принято решение в лесопарковой зоне за танк. Значит, тоже хорошее предложение. В Тагиле очень много таких мест, которые еще недостаточно хорошо используются. Добрый день, Ромашов Сергей, житель улицы Челюскинцев. Сергей Константинович, прежде всего хочу сказать спасибо, что вы обратили внимание уже на проблемы нашей улицы. И, значит, ввиду у меня два вопроса. То есть сейчас мы ведем работу по подводу воды к частным домам, круглогодичного водопровода. Значит, тот проект, который разработал нам водоканал, подразумевает прокладку магистрали центральной вдоль этой улицы. Ну, это довольно-таки накладно по деньгам. И плюс непонятно, кому будет принадлежать эта магистраль после ее прокладки. Значит, готов ли город помочь нам в решении этого вопроса и взять ее на баланс потом? Ну, дело в том, что на баланс взять дело не хитрое, значит, и тут, конечно, готово. Но я вот, чтобы ваше обращение, да, и обращение уже других ТОСов. Кстати, я, значит, обратил внимание на проблему, которая существует сегодня в частном секторе. И подвести воду, как оказалось, это не главное. Потому что сегодня, значит, Роспотребнадзор не даст возможности пользоваться этой водой, если не будет, значит, центральной канализации. И это вопрос комплексный, не только воды. Значит, и вот здесь нужно посмотреть, потому что, чтобы не казалось, что деньги выброшены на ветер. Нам нужно, значит, я думаю, определить или создать программу, так сказать, так же, как вот и есть программа по газификации, худо-бедно, она выполняется. Ну, программа по центральной водоснабжению, это, еще раз повторяю, это подвод воды и строительство центральной канализации. По частному сектору так же нужно решать. И, ну, мы возьмем просто это, я поручу, задания такие пошли, чтобы над этим задумались. И мы начали, так сказать, проработку, детальную проработку этого вопроса. Что, еще раз повторяю, не так все просто, как и казалось. Последний ряд мужчин слил. Молодежный отдел Нижне-Тагильской епархии Русской Православной Церкви, вот, Егорчев Александр Павлович. Я бы хотел спросить, являетесь ли вы верующим человеком, и насколько, по-вашему, важна духовность в жизни современного общества? Ну, я крещен и верующий, я не знаю, что там, истово молящийся, но даже в моем приходе в Нижний Тагиль, значит, что-то было такое, мистическое, скажем так. Я об этом в свое время тем обсуждал с Алексеем Вторым. А то, что духовность нужна, это однозначно, значит, жизнь подтвердила, и у людей есть потребность, значит. Если там, где даже государство это упустило, сегодня люди сами, значит, пытаются восполнить этот провал, этот пробел. Это ее отношение к церкви, это отношение к культуре. Мы можем говорить вот о нашем драмтеатре, значит, который каждый день аншлаги, потому что люди тянутся к чему-то духовному, к святому, если хотите. Это защитная реакция людей на то, что происходит с ними в жизни. Нормально. Поэтому нужна. Здравствуйте. Молодая гвардия, Александр Васильев. У меня вот такой вот вопрос. Ни для кого не секрет, что молодежь Нижнего Тагила старается уехать из Тагила в другие города. Есть ли какие-нибудь законопроекты, которые заставят молодежь остаться в Нижнем Тагиле? Заинтересуют, так скажем. Нет, чтобы законопроекты, которые могли бы заставить, уже нет, не существует, как таковы. Но, что здесь молодежи должно быть интересно. Во-первых, в Тагиле есть где учиться, так или иначе. Повышать, получать образование, высшее образование в том числе. В Тагиле есть где работать. И в Тагиле должны быть условия, чтобы жить было качественно. Было куда пойти, где отдохнуть. Значит, приятно, достойно. Ну, что все же сегодня и интернет, и ездят, и видят, и сравнивают. И Тагиле должен выигрывать в этом вопросе. И я не знаю, какие проекты. Ну, например, значит, сейчас закладывается светомузыкальный фонтан. Ну, такого сквера театрального в области точно нет. И в России, по-моему, нет. Будет действительно достопримечательность Нижнего Тагила. Где будет возможность прийти, отдохнуть, посидеть, конечно. Значит, пообщаться. Ну, и больше досуговых центров должно быть. Нормальных таких, хорошего уровня. Не забегаловок. Надо перестать делать забегаловки. И будет ситуация, я думаю, что в ближайшее время, вам будет 5 надо, как минимум. Ну, может быстрее кто-то почувствует, что уезжать отсюда не хотелось бы. В Тагиле будут ехать. Здравствуйте, Сергей Константинович. Прошу вас оказать содействие в реализации утреннего проекта «Меняйся Тагил. Время действовать» на территории вдоль акватории тагильского пруда и выйти на прогулку утреннюю и... Да нет вопросов, значит, можно пробежаться. Но надо посмотреть, где у нас утренняя прогулка. У нас не так много мест, к сожалению, об этом говорил, где можно по набережной, по набережной. Ну, это действительно прогулка, там, не самая, скажем так, достойная дистанция. В целом, значит, надо разобраться с самим проектом, «Меняйся Тагил». И если мы говорим, кстати, совпадает то, что я говорю, что вот где прогуляться, просто пройтись, отдохнуть, даже просто не всем, значит, нужно бегать. Иногда, значит, пешие прогулки, значит, дают для здоровья больше, чем пробежки. А вот таких мест нужно создавать как можно больше. И еще раз повторяю, они у нас есть. Даже брать, значит, проект в пойме реки Тагил, тут знаменитый, значит, мы же остановили, в том числе по требованию прокурора природоохранного, там, реализацию проекта торгового центра. И идея, там, создание, значит, парковой зоны, так же, как в Дзержинке, вот, за, там, там, по танкостроителям, за Т-72 парковая зона. Значит, проект, дизайн проекта изготавливается. Вот мы этим и будем заниматься. Еще другие хорошие идеи, конечно, будем поддерживать. Здравствуйте. Камешкова Татьяна Александровна. Я руковожу двумя общественными организациями. И у меня есть одно пожелание и один вопрос. Сергей Константинович, в качестве пожелания, городу необходим современный выставочный зал. Я всегда говорю, что Тагил город металлургов и художников. У нас есть замечательные кадры, но нам негде выставлять работы. Молодежь едет в Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Екатеринбург. А Тагил нуждается в хорошей выставочной площадке. Вот хотелось бы, чтобы у нас это появилось с вашим участием. И вопрос у меня такой. Как вы считаете, на сегодняшний день общественные организации города выполняют свою миссию? И вообще, как вы оцениваете их деятельность на территории нашего города? Честно говоря, я не готов выставлять оценки. То, что общественные организации города активны и играет в жизни города большую роль, это факт. И это не может быть неположительным. Потому что, так или иначе, сообщество, скажем так, городское сообщество, оно по разным направлениям в силу своих, для кого-то каждого свои приоритеты, желание, оно объединяется. И вот это общение очень полезно. Более того, значит, идеи, инициативы, которые рождаются в общественных организациях, они могут и должны быть услышаны властью. Потому что не только делать дороги. Насчет дороги это надо делать. А есть еще очень много интересного и нужного, которое мы иногда за работой не замечаем. И в этом задача и польза общественных организаций. Что касается выставочной деятельности, то есть разные идеи. Я думаю, мы все-таки разобрались в этом году немножко с дорогами, будет такой перерыв. Значит, поактивнее займемся реализацией тоже этих идей. Что я имею в виду, значит, мы вели переговоры тут об использовании здания, и музейщиков приглашали, они уже даже посмотрели, говорят, нам очень нравится. Знаете, вот на углу Ленина здесь новое здание, никем не заселенное. Мы его уже посмотрели и провели переговоры с собственниками. Ну, будем искать варианты взаимодействия. А есть еще более красивый вариант, это НТМК передает свои корпуса на заводе музея. Вот если эти корпуса, убрав оборудование, конечно, переделать в выставочные залы, это вообще стильно и очень, это будет, опять же, очень привлекательно для, не только для ленинчан, но для гостей города, между прочим. Это к разговору о том, что в Тагил поедут. — Добрый вечер. Колодкина Екатерина Филипповна, член общественной организации инвалидов и жертв политических репрессий. Прежде всего, конечно, нас уже более 20 лет интересует проблема мемориального комплекса новогонки «Курган памяти». Если есть такая возможность, такую просьбу, нельзя ли выполнить? кому обратиться за помощью, чтобы хотя бы рекламный щит как-то вот там, да, сделать, вот какой-то рекламный щит. Мы немножко даже табличку какую-то нарисовали. — Глава района Юсупов займется этим вопросом. — Спасибо большое. Ну и хотелось бы еще поблагодарить все-таки вас, что мы, как член общественной организации, благодарим вас за тот труд, который вы сейчас в течение одного года. вот, пожелать вам доброго здоровья, крепкого здоровья, веры в наш трудовой народ, который наконец-то все-таки стал пробуждаться от многолетней спячки. И помощи и поддержки со стороны, ну, вышестоящих органов вас, вашей команды. Большое спасибо. Плоды уже достаточно хорошо видны. — Дай бог, да, чтобы поддержка была сверху. — Да. — Деньгами. Прежде всего, деньгами. Вы смотрели программу Сергей Носов «Разговор с городом». Между тем, вы тоже можете стать ее участником. Я, Никита Трубченинов, буду ждать вас каждый вторник и четверг с шести до семи вечера у памятника Черепановым. И если ваш вопрос окажется актуальным и интересным, то вы сможете задать его Сергею Носову. Следующая программа выйдет ровно через две недели. Успевайте. Продолжение следует... Продолжение следует...